Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа «День Люди События». 20 августа 1915 года в уездном городе Малоярославце Калужской губернии, по объявленному в связи с Первой мировой войной досрочному призыву, был принят в армию 18-летний мастер Скорняк Георгий Жуков. Будущего маршала Советского Союза записали в кавалерию. После обучения на кавалерийского унтер-офицера в конце августа 1916 года Георгий попал на Юго-Западный фронт в 10-й Новгородский драгунский полк. Воевал юный Жуков храбро, но недолго. В сентябре он получил легкое ранение во время конной атаки в горном районе Быстрица. Был награжден Георгиевским крестом за захват языка. Однако в октябре Георгий подорвался на мини и получил тяжелую контузию, вследствие которой частично лишился слуха. Лечиться пришлось долго. На фронт Жуков больше не вернулся. Февральскую революцию Георгий встретил в маршалом эскадроне. Жукова избрали председателем эскадронного комитета и членом полкового совета. После октябрьского переворота его расквартированный в Харьковской губернии эскадронь перешел на сторону большевиков, отказался подчиниться украинским властям и был распущен по домам. В декабре 1917 года Жуков уехал к родителям в Стрелковку, в деревне в те годы было легче прокормиться. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.